В Ниньском округе с 26 марта начал свою работу волонтерский центр регионального отделения «Единая Россия» по оказанию помощи самоизолированным гражданам. На сегодняшний день в колл-центр поступило 128 обращений. Подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Волонтерский центр работает 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера. Помогают выгуливать собак, ходить за продуктами и медикаментами, выносят мусор. Волонтеры следуют четким инструкциям по безопасности и обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Более 30 раз доставлены лекарства по бесплатным рецептам пенсионерам. На данный момент у нас 68 волонтеров, из них часть партийная, часть беспартийная. Просто люди, которые позвонили сами на телефон колл-центра и предложили свою помощь. Также в ежедневном режиме у нас работает автомобиль, который предоставила мэрия Олег Ануфрич, наш коллега по партии. В течение одного часа в день они собирают лекарства, ездят по аптекам и доставляют людям. Также в режиме готовности два автомобиля, которые нам предоставят по необходимости СМТО, ну и собрание депутатов тоже по необходимости готовы предоставить свой автомобиль. Помимо оказания непосредственной помощи, на телефон колл-центра поступают различные обращения. Некоторые граждане просят рассказать о ситуации по коронавирусу в округе. Другие консультируются по вопросам помощи малому и среднему предпринимательству. Каждое обращение не остается без должного внимания. По волонтерству федеральный центр около 4 миллионов у нас выделил на Нининский автономный округ, на те организации именно добровольческие, которые поддерживают нас жителей округа. Поэтому если у вас есть какие-то проблемы, что вас волнует, что беспокоит, чтобы я на федеральном уровне донес до высшего руководства с тем, чтобы мы максимально оперативно могли порешать. Но еще раз повторюсь, слова признательности и благодарности всем ребятам, которые сегодня встали и помогают тем, кому сегодня очень нужна эта помощь. В завершении встречи Сергей Коткин поблагодарил волонтерский центр за работу и передал партию антисептиков. Добавлю, за помощью к волонтерам можно обратиться по телефону, который вы видите на своих экранах.